ассаламу алейкум рахматулла барракату приветствую всех наших подписчиков всех любителей овец гессарской породы вот мы продолжаем наше путешествие по дарваскому району горно-бадахшарской автономной области это джамуат называется сахардаш селение которому мы подъезжаем называется камчак это вот это вот белые цветы вот это камчак камчик называется что ли вот как-то так называется это растение к нам объяснили ну помимо этих кишлаков есть также дождь и шер инкух кулумба и булок кулумба и поен лангар есть лук честь моргак калай хусейн пастеров пуштаров сахардаш садика сайдон сафедорон фаркинг и чурсу а еще есть чухкак и шахарон вот такие вот селения есть все они очень красивые очень зеленые здесь очень много есть пасек где качают мед великолепного качества просто на загляденье сами заказали вот пару баклажек такого меда себя мешало получим тоже вот такие места вот именно сюда как мы уже говорили и идут гисарские овцы со многих районов таджикистана идут они сюда в основном потому что в летние знойные месяцы здесь вот такая вот природа вот это альпические луга видите вот этот желтые иремирусы то есть так называемые лиси и хвосты здесь и федры здесь все есть много очень также мяты как мужик говорили много траве такое и многоцветия вот так же вот здесь добывается очень много золота в таджикистане как раз здесь есть такие вот каменные отвалы которые говорят что еще со времен от чингисхана вот его добытчики осланцы были здесь такие прям горы каменные кто-то говорит что это чингисхан когда проходил оставляли войны его кто-то говорит что здесь как раз таки были вот старые вот такие вот видите вот здесь вот как раз добывали золото но золото здесь добавляется сейчас уже промышленным способом поэтому вот речка немножко за или на из-за того что идут большие переработки вот этой породы перерабатывается добывается золото в этом районе мы видели там три или четыре разработки вот и трава такая великолепно посмотрите вот здесь есть и юган есть здесь много чего не связь вместе деревья очень много березы кстати говоря но береза везде где вот в альпийской зоны чуть ниже береза обязательно есть а вот здесь высота порядка где-то около 3000 метров тоже кисание это береза не редкость но также очень много арчи по ущельям и вот такие вот цветочки всевозможные вы понимаете что конечно же овцы которые едят эту траву они потом передают весь этот запах этой травы вкусовые качества идут на мясо мясо очень вкусного овец который пасутся на вольном чистом воздухе в альпийских лугах и среди такой травы и здесь и молоко вот коров которые мы пили тоже ароматное очень вкусное ну так как машина едет по неровностям не всегда удается правильно держать камеру и очень много вот живности вот в том числе и осликов но ослики эти конечно же не бесхозные это все ослики чабанов которые тоже здесь пасутся здесь пасутся их лошади вот и вот мы в очередной раз поднимаемся на вершину здесь все-таки в отличие от пастбищ в ягнобе или в рамите здесь более пологие пастбища то есть почти как плато они ровные почти очень удобно овцам здесь и хотите бродить пастись отдыхать немножко перехватывает дыхание но в других пастбищах тоже высота три с половиной до четырех тысяч метров поднимаются гисарские овцы вот пасутся и мы видим вот эти отроги гор холмы эти возвышенности на которых все еще лежит снег вот кстати вот мы тоже потом уже покажем кадры будут где а тара идет и как прям в ледник провариваются проваливаются овцы но без серьезных последствий вот здесь еще очередная тара которая встретилась нам на пути как мы видим встречает нас молодой песик это аборигенный средний азиат саги дахмарда ли саги чпунья вот несется навстречу нам уже более крупный матерый кобель мы его сейчас поснимаем вот он посмотрите какой красавица великолепно сложен великолепно отлит такой спортсмен здесь как мы уже говорили очень много сурков и вот они на этих сурках так себя великолепно и чувствует увидели другого щеночка черно-белого который сидел как раз таки на остатках ледника остатках снега а вот там вдали вот мы видим и палатка разбита и как говорится овцы пасутся но вот мы вышли чтобы поснимать немножко овец овцы очень хорошие уже нагуляли свой вес посмотрите вот ну вот и вдалеке там идет едет чабан на ослике сейчас мы его увидим тоже мы здесь вот внимание обратили на овец хорошего качества и просили наши сопровождающие нас лица чтобы он назвал своих собак потому что опасное дело приближаться катаре без чабана очень рискованное занятие потому что собаки могут не понять что вы идете к ним с добрыми намерениями и это может закончиться плачевно а вот едет там чабан и попросили наши ребята кто с нами был вместе чтобы он собак отозвал здесь мы увидим как в дальнейшем нам рассказал чабан здесь основная масса это кисарские овцы ну плюс овцы их хозяйство еще есть порядка сотни овец афганских вот увидите вон там бегут и собаки к нам и он чабан к нам спешит уже рассекая чтоб и вот собаки приближаются и нам пришлось даже немножко отступить потому что все таки несмотря на то что есть чабан едет не хотелось бы встретиться с собаками один на один но вот уже подъезжает чабан и нам уже не так страшно вот такой приветливый улыбчивый парень он халых это такое тюркское племя древняя карлуки по-русски вот такого тоже пан спортсмен ну по таким горам бегать это нужно иметь большое здоровье вот и собаки подходит потихоньку вот кстати по поводу афганских овец чабана них не очень высокое мнение сказал что нет конечно же здесь они вес не набирают и для них не климат здесь тоже но это мнение этого чабана то есть у всех людей есть свое мнение по поводу овец но вот многие специалисты сходятся в том что действительно для вольного выпаса наиболее подходящие породы овец в таджикистане это это порода джайдара джойдарий местная то есть переводится как бы есть овцы гузенские красные овцы и гисарская овца ну конечно есть памирские овцы они пасутся в мургабе есть еще этим карликовые овцы в рушане годик так называемые есть еще мериносы это шурабацкий они тоже вот в этом районе тоже здесь пасутся но мы их не встретили к сожалению вот вот эту основную массу этой отары где-то здесь 1700 1800 овец здесь в основном основная масса это гисарские овцы и вот они вольготно себя чувствуют мы потом на обратном пути так мельком их тоже снимали вот именно эту а тару барашки выглядят очень хорошо то есть веса набрали достаточно много вот ну вот мы видим что собаки так подаль сели там это я снимаю там а вот уже видите это уже вот этот матерый пес со своими подопечными более говорится щеночками подошел к нам тоже и мы видим воочию всю его красоту здесь видимо щенки из двух разных пометов потому что одни более 100 постарше а другие помладше вот черненький и вот этой с обратной маской поливый он они постарше а вот этот рыжий черненький они помладше но тем не менее вот видите вот этот вот ветеран заслуженный ну кто же лет пять наверно не больше не старше этого возраста вот он вполне лояльным там же еще были и несколько других собак к сожалению в кадр вот именно в кадр телефона и не попали тем не менее вот такие вот будни как говорится чабанские будни будни гесарских овец будни собак дохмарда здесь в этом районе здесь сагардаш очень много и и волка есть и медведя хватает но вот собаки занимаются тем что отстаивают жизнь своих подопечных не сберегают добро владельцев а тары чабанов не подпускают к ним медведя не барса и не волка вот шакалов здесь нет здесь есть лисы также которые тоже всегда рады полакомиться ягненком маленьким вот опять таки продолжение еще будет у нас желаем всем барракада в особенности мы желаем барракад и нашим дохмарда удачи и вам ждите следующую серию всего хорошего